Привет всем! Агния, тебе нравится работать на телевидении? Еще как! Тут прически делают, макияж. Эли, девчонки, мне кажется, что мы важное дело делаем, удовлетворяем любопытство. Если кто-то где-то не был, но хочет узнать, как там было, мы расскажем. Ага, и покажем. Вот, например, как программа «Большая» побывала на Большом детском дне в Зеленом театре. И что из этого вышло? Как обычно, на Большом детском дне глаза разбегались от интересных занятий, мастер-классов и прочих развлечений. Концептуальное пространство «Большой Бук» тоже предлагало массу активностей для детей всех возрастов. Например, мастер-класс по тележурналистике от программы «Большие». Каким должен быть журналист в кадре? Журналист не должен быть трусливым, иначе ничего не получится. Он должен хорошо держаться перед макрофоном и не вязать. Ребята посмотрели несколько выпусков программы, узнали, что такое стендап и как сделать свое появление в кадре эффектным. И отправились на поиски подходящей локации. Бессменная ведущая «Больших» Агния Кашапарова прямиком направилась в фудкорт. Шипящая лимонада с гранатом. Я узнала рецепт и буду готовить такой дома. Ее коллега по мастер-классу Егор оценил экстерьер и дизайн зеленого театра. На «Большом детском» не позаботились обо всех. Пока дети развлекаются, родители могут отдохнуть на гамаках, даже поспать. Ну, а мне приглянулся картонный конструктор. Оказывается, конструктор бывает не только из пластмассы, железа, дерева, но и из картона. Вот такую вот башню построили дети. Для истинных любителей чтения на мастер-классе была возможность попробовать себя в роли книжного обозревателя. И очень скоро вы увидите результаты труда девочек. Ну, а мне досталась роль корреспондента этого сюжета. Варвара Добрянская, Вадим Танкушин, 7 канал. Мне кажется, что у наших респондентов получаются такие классные сюжеты, потому что они любопытные. Да, это, конечно, очень ценное качество. Но бывает, что это любопытство доводит до беды. Чтобы этого не произошло, нужно смотреть нашу рубрику со школьными патрульными. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел сегодня с вами поговорить о поведении в общественных местах. Если, допустим, вы увидите какой-то незнакомый вам предмет. Есть очень много потенциально взрывоопасных вещей и веществ, да, и предметов, которые могут лежать в абсолютно, скажем так, на первый взгляд, в местах, где их быть не может, да. Очень часто и как раз находят какие-то схроны, например, в парках, там, иногда выбрасывают даже в мусорные баки вот что-то такое, да, взрывоопасное. Может быть, например, какой-то взрывоопасный предмет под что-то замаскированный, да, если мы говорим о каких-то таких преступных намерениях. Это может быть коробка большая такая объемная, да. Это может быть упаковка от чего-то, это может быть сумка, пакет. Еще вы можете встретить какие, да, взрывоопасные предметы? Это какие-то старые снаряды, да. Слышали о таком что-нибудь? Да, а я нет. Что об этом знаете? Находили очень часто в морях, там, мины, примерно, там, во время Второй мировой войны мины находили в водах часто. Абсолютно верно. И даже не обязательно это. И всегда их деактивировали, но во время деактивации подозревали, что там еще есть, и поэтому людей туда не пускали. Старые боеприпасы, которые тоже, да, история, которые время периодически выносит им, скажем так, из земли наружу. Таких предметов находится в Одессе очень много, потому что Одесса, она была участницей двух мировых войн, и здесь были активные боевые действия, периодически даже вот море может на пляж выбросить какой-то боеприпас. Можно подумать, что он не работает, но это очень ошибочное мнение, потому что даже самые старые снаряды, внутри в них что есть? Порох. Порох, мы его не поднимаем, не перемещаем никуда, не трогаем, не пытаемся его расковырять, либо там стучать по нему. Это наоборот и может спровоцировать. Абсолютно верно. Там может быть искра. Первое, что мы делаем, и единственное, в принципе, что может делать каждый ребенок, это обратиться к взрослому. Пусть взрослый посмотрит. Всего доброго. Безопасного вам отдыха. Берегите себя. До свидания. А интересно, кого вообще берут в полицию? Наверное, тех, кто в детстве любил детективы читать и приключения. А, ну это про наших книжных обозревателей. Посмотрим, что новенького в мире литературы. Сегодня я вам расскажу о книге, которая называется «Мышонок Десперо». Там про мышонка, которого звали «Мышонок Десперо». Он был не похож на других мышей, потому что он любил показываться людям, хотя это было не разрешено. Там еще и про хитрого крысы Раскуро, который заманил принцессу Горошенко в подземелье. И про служанку, и еще там про тарелку супа и катушку с нитками. И еще раз, это очень хорошая книга. Там хорошие картинки, хороший текст, очень хорошее рассказывают. И мне просто еще понравилось. Мне кажется, сейчас такое время, когда модно быть умным, эрудиция, грамотная речь, хорошие манеры, залог успеха в любом деле. Да, дети сейчас разбираются во многих вещах лучше своих родителей. Это потому, что много читают и смотрят нашу программу. Правда ведь? Точно. Увидимся через неделю. Пока!